а дуванчик даже кушает коричневые тоже кушают хром 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 а у нас такой лайтовый вариант мы сажаем всех людей на уазике погружаем уже собранной байдар который изгиб подальше отвозим на веклу и они у нас плавляются часа четыре потом заплывают есть такая протока и и самое главное не проскочить тоненький ручеек который соединяется приставить вы знаете туда когда всплываешь как джунглях амазонки то есть узкая протока неглубокая и вот такие вот растения заросли как арками это настолько интересно и вот по этой протоки они у нас пробираются туристы иногда приходится отталкиваться 1 потому что не развернешься веслами и потом всплывают стариться там у нас такой заповедное место кувшинки то есть лотосы и они вот сплошь это такое зрелище все даже замирают на специально не предупреждая наверно как раз меня практически уже говорили дело за вами все замирают потому что такого количества их просто сейчас нигде нет и мы сейчас с вами пройдем на прудик вот у нас лилии там должны это без удобства для гостей красный о чем пожить какие варианты с удобствами без удобства но если на неделе как мы говорим на буднях расстанки подешевле то есть тут можно 2000 человек в сутки там в ходе трехразовое питание проживание и два раза в день прокат на выходные лошади да но в отличие от голубя он такой скромный вы знаете он красавец но он не будет как голуби вот так вот они нас увидели видите они сразу но он если вот солнышко у него вот это вот золотой переливается а если отсадить понятное нужно все равно общение они как животные птицы общаются вот а чем хотел показать у нас здесь есть китайский голубь порода редкая он у нас тут вон он смотрите серый белый вот вон он бьет а чёрный смотрите да у него такие очки и клювика практически нет ну очень сложно из-за этого скармливать птенцов а вообще вы знаете что голубь это единственная птица которая скармливает птенцов молоком что это такое птичье молоко название пошло отсюда но они не как млекопитающие да которые кормят грудью да у них желудки переваривается зерно и оно становится как бывает иногда овсянку овсянку мы с вами запариваем и получается такой кисель кашица и вот это вот кашица они ее отрыгивают и вот с двух сторон у них рождается всегда по два птенца потому что они выкормят могут двоих и они вот так вот с двух сторон клювику родители пристраиваются и кушают вот это вот оно белого цвета поэтому назвали молочко это очень ценная питательная такая жидкость питательная субстанция и птичье молоко это вообще считалось что-то такое эксклюзивное очень редкое и ценное поэтому пошло такое название а вот этому нашему китайскому товарищу ему очень сложно вскармливать и в начале птенцов когда они молочком и потом когда даже вот червячков и жучков клювик видите какой короткий зато там такой у нас необычный это полу спортивные голуби ведь они такие красивые но у них очень интересные отраски отселили они наверное у нас будут гнездиться пока вот они здесь то есть мы пытаемся создать естественные условия среды сейчас пройдем к другим животным это у нас просто уточки и селезни вы знаете кто из них селезни кто покрасивше кто покрасивше да вот такой вот так природа задумала уточка серенькая уточка да такая она незрачная пойдемте немножко пройдем по территории зайдем в кругу и возможно там разображе куда такая картинка ой хазанчик какой красивый раскрылся мой ты хазанчик красааться караунчик красаак хазанчик красавчик Купель для бани? Купель, да, да. Мы сделали свой клуб. Пойдемте, я вам немножко его покажу. Тоже такое интересное. Раньше мы все в зоне. У нас там есть каминные залы, камины. Классные, кирпичные камины, где можно посидеть, гитарой, вечером попеть песни, подреться у огня, как говорилось, посмотреть на огонь. Но некоторые гости приезжают, и хочется просто отдохнуть. Поэтому мы решили вынести всю такую активную творческую деятельность в зону. И сейчас у нас такой клуб. Ребята у нас очень весеные. Бывают гулять до утра. Мы с вами тихонечко зайдем, да? Угу. 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 И вот у нас один жеребец, коза, он занял первое место. Мы с вами даже того не ожидали. У нас его сразу уже выкупили. Знаете, куда он у нас ушел? За рубеж. Китай. Китай, главное, чтобы он консервировал. Да. И вот мы поддерживаем и церковь здесь, здешнюю, одетую материальную и силами. Также мы поддерживаем наших ветеранов. Мы очень чтим память. 9 мая у нас будет дальше праздник обязательно для ветеранов. И вот у нас мы переодеваемся в форму военных лиц. Вот как раз это наш колено, это самое дорогое. Мы что, пойдемте? Пойдемте. 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 Пойдемте.